Когда в самом начале этой беседы ты сказал мне, что все мы сами становимся причиной своей смерти, мне тогда сразу пришло в голову, что каждая смерть по определению является самоубийством. И с тех пор я постоянно думаю об этом. Это неправильно. Тот факт, что каждый человек – причина завершения собственной жизни, вовсе не означает, что люди сознательно решают умереть. Это также не означает, что они умирают, чтобы избежать каких-то условий или обстоятельств. Стать причиной чего-то и сознательно выбрать это – две совершенно разные вещи. Что? Не понимаю. Ты можешь быть причиной аварии, но это не означает, что ты выбрал ее сознательно. Ага, понятно, о чем ты. Поэтому давай проясним, о чем мы тут говорим. Каждый из вас служит причиной всего, что случается в его жизни, включая смерть. Но большинство людей не осознают этого на сознательном уровне. Но если человек все-таки осознает это, между прочим, данный диалог способствует такому осознанию, не означает ли это, что когда человек умирает, он совершает самоубийство? Ведь с этой точки зрения каждый человек является причиной завершения собственной жизни. Или я что-то упустил? Чтобы определить смерть как самоубийство, должно быть соблюдено два условия. Ты осознаешь, что делаешь. То есть сознательно выбираешь смерть. Ты выбираешь смерть ради того, чтобы убежать от жизни, а не завершить ее. Одна из целей этой беседы – помочь тебе соприкоснуться со святостью твоей физической жизни. Помочь прийти к пониманию, что жизнь в теле – это неоценимый дар. Выше я говорил, что смерть – это сильный момент творения. И это так. Но она задумана, чтобы прийти к чему-то, а не сбежать от чего-то. Вопрос самоубийства настолько болезнен, что я даже не хотел его поднимать. Вначале через боль проходит тот человек, кто в силу тех или иных жизненных обстоятельств принимает решение лишить себя жизни. Затем испытывают боль его родные и друзья. Есть ли здесь возможность для утешения для кого бы то ни было? Утешение может прийти с пониманием, что с человеком, совершившим самоубийство, теперь все в порядке. У него все хорошо. Его любят, и Бог никогда не покинет его. Он просто не достиг задуманного. Это важно понимать любому, кто задумывается над проблемами, связанными с самоубийством. Так ты говоришь, что самоубийцы не подвергаются никакому наказанию? В мире, который вы называете загробным, нет такого явления, как наказание. Наказанию подвергаются лишь те, кто остается жить. Они переживают тяжелейший шок, и не всем удается до конца оправиться от него. Все эти люди испытывают колоссальную горечь утраты. Некоторые до конца своих дней винят себя в случившемся. Они пытаются понять, что сделали не так, и терзают себя мыслями о том, как могли бы предотвратить случившееся. Самое грустное, что те, кто лишают себя жизни, думают, будто им удастся что-то изменить. Однако, это не так. Когда человек сводит счеты с жизнью, чтобы от чего-то сбежать, он создает отнюдь не ту ситуацию, которая позволила бы ему сделать это. Если ты собрался покончить с собой, чтобы от чего-то уклониться, знай, ты задумал невозможное. Желание избежать боли – нормально. Это часть человеческого танца. Но в обсуждаемом нами случае человек пытается уклониться от опыта, который душа решила пережить, а не сбежать от него. Человек считает тот или иной опыт слишком болезненным или сложным, и он стремится уйти в пустоту, где нет ни объекта для противостояния, ни причин для страха. Но никто не попадает в пустоту, поскольку этой пустоты просто нет. Никакой пустоты не существует. Пустоты нет нигде во Вселенной. Ее вообще нигде нет. Не существует никакого места, где нет ничего. Куда ни пойди, пространство чем-то заполнено. Чем? Чем заполнено пространство? Твоими творениями. Куда ни пойди, везде ты встретишь свои творения. От них не сбежишь. Да ты и не хочешь этого, поскольку сам сотворил все это, чтобы воссоздать себя. Поэтому бесполезно пытаться обойти свои творения или уйти от них в танце. Танец твоего пути в пустоту не может быть исполнен. Сформулируй иначе. Танец пустоты невозможен. Очень умно. Очень умная игра слов. Я часто играю словами, чтобы тебе легче было запомнить стоящее за ними послание. Что ж, я навсегда запомню это. Танец пустоты невозможен. Да, невозможен. Ибо с чем ты умираешь, с тем продолжаешь жить дальше. Сильно сказано. Я старался. Прости, что возвращаюсь к этому. Прости, что возвращаюсь к этой теме именно сейчас, когда мы беседуем о самоубийстве. Но ты сказал, что смерть прекрасна. Почему бы тогда человеку, чья жизнь невыносима, не желать смерти, если уж она так прекрасна? То, что ты называешь смертью, действительно прекрасна. Но не более прекрасна, чем жизнь. Фактически, смерть и ей жизнь. Просто в другой форме. Я хочу, чтобы ты как следует разобрался в этом вопросе. По ту сторону смерти ты обнаружишь себя таким же, каким ты ушел отсюда. И тогда произойдет довольно забавная штука. Ты назначишь себе еще одну физическую жизнь, в которой должен будешь проработать все, что не доработал в предыдущей. Значит, я вернусь к физической жизни? Я не могу проработать свои задачи, пребывая в нефизическом, духовном царстве? Не можешь. Смысл физической жизни состоит именно в том, чтобы дать тебе контекст, где можно пережить на опыте то, что ты определил для себя, пребывая в духовном царстве. Поэтому, покидая физическую жизнь, ты не убежишь от чего бы то ни было, поскольку все равно снова вернешь себя в физический мир, именно в ту ситуацию, которой ты стремишься избежать. Но только теперь тебе придется идти с самого начала. Ты не воспримешь это как наказание, или вынужденную необходимость, или бремя, поскольку вернешься в мир по собственной воле, понимая, что в этом состоит процесс самосозидания, ради которого ты существуешь. Поэтому есть смысл уже в этой жизни разобраться со всеми намеченными вопросами. Да, именно для этого тебе дана жизнь. Если ты проживешь жизнь именно так, то умрешь, когда будешь готов использовать смерть как инструмент для создания другой новой жизни. Самоубийца же использует смерть для бегства, но в результате снова создает такую же жизнь с такими же проблемами и переживаниями. Никогда прежде не слышал, чтобы это было сформулировано таким образом. Твои слова многое проясняют.